Дорогие жители города Владивостока и приглашенные участники митинга, наш митинг, посвященный против точной застройке в городе Владивостока и против повышения цен на проезд, объявляется открытым. Дорогие товарищи, сразу говорю, у нас свободный микрофон, желающие записаться, подходите к Александру Суставову. Главное, товарищи, не стесняйтесь, проявляйте свою гражданскую позицию, активность. Митинг собран не только по проблемам точной застройки, но и по важным социальным проблемам нашего города. Итак, мы с вами уже целый год проводим митинги с начала года по поводу точной застройки. И каждый раз мы с вами требуем от властей, чтобы это прекратилось. Ведь начинают сносить скверы, начинают сносить парки, начинают сносить детские площадки и впихивать туда дома. Чуркин, который когда-то до постройки моста был окраиной города, сейчас поддается тем же нападкам, которым когда-то поддавался центр. Сейчас власти и фирмы строительные целенаправленно пытаются поменять направление земель из скверов в живые постройки. И ярким тому примером является участок возле дома «Дадибаидзе-1». Недавно жители выходили на митинг на Харьковской. Также там группа застройщиков пытается построить дом на месте сгоревшего барака. А жильцы хотят там построить скверики. Поэтому эта проблема у нас остается актуальной в городе. Никто не хочет строить новые микрорайоны, как мы предлагаем. Ведь построили прекрасный микрорайон «Снеговая бать». Почему дальше не развивать город? Почему не расширять его? Ведь после этого можно расширять транспортную сеть. Но у нас все проще украсть, проще своровать, построить где-то в одном месте, воткнуть 24-этажный дом, а потом все мучаетесь. Недавно Дума города отклонила изменения в строительный кодекс о том, что некоторые депутаты предлагали отказаться от зеленения. То есть при постройке обязаны устроить озеленение. Некоторые депутаты, в частности Исааков Владимир, это председатель профсоюзов, предлагали отказаться от застройки за счет того, что садить парки на крышах домов. У людей настолько уже крышу рвет от того, что у них не хватает денег или чего-то еще. Предлагали садить деревья на крышах домов. Или перейти, как это делается в Гонконге, где специально отводятся этажи, висячие этажи для озеленения. Поэтому Коммунистическая партия, Ленинский комсомол и другие отделения Приморского отделения КПДФ призывают вас всех протестовать и заявляем, что мы против точной застройки. Слово предоставляется Беспалову Владимиру Георгиевичу, депутату. Владимир Георгиевич. Смотрите. Раз, раз, раз. Мне кажется, вы здесь стояли. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Я попросил слово, но точечная застройка – это важно. И мы об этом говорим постоянно в городе Владивостоке. Значит, цены на транспорт, на автобус, на трамвай, на троллейбус, на фуникулер – это тоже очень важно. И я поддерживаю действия фракции КПДФ, Думы города Владивостока, которые встречались с первым заместителем главы Газиратской и потребовали дать расчеты, почему на 4, 5, 6 рублей разом повышается стоимость за проезд. То здесь надо внимательно разобраться. Надо внимательно разобраться, сколько миллиардов кладут себе в карман автоперевозчики и их водители, а потом уже делать конкретные выводы. Я думаю, здесь предстоит поработать. Но я хочу поговорить о ситуации на наших предприятиях, на наших заводах. Потому что я сам инженер-технолог по первому образованию, работал на «Аскольде», 8 лет работал на авиакомпании «Прогресс». Вот не так давно я несколько раз был на дальзаводе, занимаясь проблемами завода «Звезда». 7-го числа был на митинге, который проводился у проходной авиакомпании «Прогресс» в Арсеньеве. И у меня сложилось твердое впечатление, что сейчас у нас федеральные независимые профсоюзы и краевые, и там в Москве так называемые шмаковские профсоюзы, они просто идут на сговор с правительством и пишут то, что хотелось бы нам слышать и видеть, но на самом деле происходит совершенно другое. Я вам скажу, что на митинге у авиакомпании «Прогресс» на площади Славы присутствовало не 2000 человек из пяти, которых приглашали, а всего 700 человек. Почему? Да потому что простые рабочие, специалисты не верят заводскому комитету профсоюза. Что сделали эти ребята? Молодые, энергичные, с офицерской выправкой. Сначала они слетали в Москву вместе с управляющим директором авиакомпании «Прогресс», встретились там с Ашмаковым и согласовали вот эту резолюцию, которая на митинге была уже заламинирована, и никакие поправки туда же внести было невозможно. Выступило три представителя федеральных профсоюзов «Приморья», значит, председатель Завкома, и затем зачитали резолюцию. Никому от цехов, от председателя правкома цехов, ни мне как депутату одномандатнику по этому округу, ни председателю Думы, ни представителю КПРФ Арсеньевскому, которого возглавляет Емельянов Владимир Михайлович, он 29 лет проработал на «Прогрессе». Никому слова не дали. Стояла стена людей в черном с эмблемами ДНД и регулировали. Коммунистам запретили развернуть знамена и плагаты, где есть эмблема КПРФ. Это что, нормально? На митинге не выступал и отсутствовал генеральный директор. А зачем ему там быть? За него отдувается председатель профсоюза. Они соврали, что сокращение будет только на 212 человек. Это ложь. Я вам сейчас зачитаю письмо, которое направлено председателю правительства Медведеву. Это письмо направил наш коммунист, председатель комитета по региональной политике и проблемам Северо- и Дальнего Востока Государственной Думы Харитонов. Он пишет, по информации Федерации профсоюза Приморского края, большая часть работников Дальневосточного завода «Звезда» с 1 августа текущего года переведена на неполный режим рабочего времени. В Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» 220 работников получили уведомление о сокращении до конца 2019 года. А теперь внимательно. На 1 января 2018 года в Арсеньевской компании «Прогресс» трудилось 7100 человек. Через год, на 1 января 2019, уже 5945. Это сколько за год выгнали? А на 1 января 2020 года численность работников уменьшится до 4960 человек. Если кто знает законодательство о труде, если сокращение 8, 10, 12 процентов, то краевые власти обязаны рассмотреть этот трудовой конфликт и или заставить работодателей оставить всех на производстве и для этого найти работу, или принимать какие-то иные меры, в том числе кадровые, к руководству, ни того, ни другого не делается. Не делается. Поэтому-то вот этот митинг был для того, чтобы снизить напряжение. Но этого, господа профсоюзные лидеры, а среди них, значит, Никулин Андрей Юрьевич, председатель Совкома «Прогресса», среди них Исааков Владимир Владимирович, председатель комитета по бюджету города Владивостока, он возглавляет часть профсоюза «Приморье», Пинский Виктор, член Государственной Думы, депутат Государственной Думы, который и сейчас управляет профсоюзными движениями, и тот же Шмаков, который получает ординат президента. Я считаю, что это фактически трэд-юнионы. Это лейбористская партия, как в Англии, которая теперь в сговоре с правительством, с руководством страны, занимается снижением статичной и забастовочной активности у нас в Приморском крае. И я считаю, с этим надо бороться. Мы будем бороться с этим? Да! Вот это правильно! И мы будем готовить документы и в суды, и в другие инстанции, и в прокуратуру, для того, чтобы, значит, все было по закону. Но у меня есть еще и документы, которые говорят о том, что к 2025 году на авиакомпании «Прогресс» будет сокращено 65 тысяч квадратных метров заводских цеховых площадей. Это сколько еще человек надо будет сократить? И каким-то ООО, и каким-то там дочкам будут раздаваться эти отличные корпуса, цеховые корпуса. И все это говорит о том, что достаточно настроили аллигаторов К-52 для морского базирования и египетский, значит, и на контракт. Вот, может быть, будем делать К-62 «Касатка» пассажирский вертолет. Вот, год назад я был на предприятии, и губернатор там был. Сейчас облетывается три первых вертолета, и губернатор уже сказал, мы готовы взять несколько штук для того, чтобы они летали по приморским маршрутам, тот же Терней, Пожарский, Красноармейский район и так далее. Но задели на будущий год только четыре вертолета. Но, конечно, на такую серию не проживешь. Надо делать вертолеты десятками, тогда это будет самоокупаемость, тогда можно сохранить численность. Поэтому, уважаемые товарищи, я предлагаю вам в резолюцию нашего митинга внести пункт о том, чтобы направить, вот документы, о которых я говорил, направить в прокуратуру и губернатору Приморского края документы о том, что на ряде предприятий, про Дальзавод я тоже скажу, там тоже очень сложная ситуация с госзаказом. А 26-го числа Дальзавод будет отмечать 132-ю годовщину своего создания. Так вот, подготовите направить документы в прокуратуру и к губернатору Приморского края с требованием разработать оргтехмероприятия со сохранением численности оборонных предприятий, а возможно и других. Сделаем это, товарищи! Ну, здесь мы не так давно после митинга пели песню, в которой были слова «Когда мы едины, мы непобедимы». Да здравствует наша общая победа! Ура, товарищи! Слово предоставляется первому штору Украинского краевого комитета КПРФ депутату законодательного собрания Долгачеву Анатолию Николаевичу. Дорогие товарищи, друзья, земляки, жители Владивостока и Приморья, на протяжении последних 28 лет вы знаете, что нашей страной, нашим государством фактически правят обнаглевшие олигархи, которые заключили союз с криминалом. И у них все связано в этой цепочке. И полиция, и органы, и криминал. Криминал где-то запугивает, органы сажают, а капиталисты бесчинствуют. На протяжении всей территории страны. И Владивосток этому не исключение. Владимир Георгиевич говорил о профсоюзах. Профсоюзы в России давно превратились в культ массовый сектор при «Единой России». Они организуют юбилеи по работе, они выводят бюджетников на демонстрации единороссов. А потом, когда припикет, когда «Единая Россия» НДС повысит или понизит, когда «Единая Россия» пенсионный возраст повысит, они для галочки выводят на пикеты. Вот недавно состоялся пикет, даже не митинг, пикет на привокзальной площади Владивостока. Вывели, дай бог, 100 человек. Это что, профсоюзы? Все отраслевые профсоюзы края вывели 100 человек? У них тысячи состоит на учете. Членские взносы платят. А членские взносы идут на тортики и на шарики. Вместо того, чтобы бороться против власти, которая узурпировала фактически. Власти проводят геноцид. У нас живет многонациональный народ на территории Приморья. Но доходят до того, что начинают уже использовать пошлые, наглые, националистические термины, лозунги, чтобы строить друг с друга. Я вам хочу привести несколько примеров о том, что капиталист всегда будет жрать, всегда будет отнимать и действовать так, чтобы не по правилам, не по закону. Вот, казалось бы, стройка, которая собирается начать на Деболице-1. Я сам живу там рядом на Херсонской-12. Я ходил в детский садик-119, на площадке которого, детской площадке, сейчас хотят построить многоэтажный дом. Зачем? Рядом барах на Херсонской-8. Там люди живут больше 50 лет, 60 лет без туалета. В 21 веке на улицу бегают, извините, чтобы сходить в туалет. Снесите этот барак. Постройте там многоэтажку. Там все для этого позволяет. Нет. Надо отобрать землю, где можно построить парк. Где дети играли в площадку. Где элементарно деревья растут. Там парк разбили. Надо это отобрать и построить там. Зачем расселять нищих? Надо построить для богатых. И так во всем. Во всей этой власти. У них нет ничего святого. Потому что они капиталисты. У них одна святость. Это вкусно жрать. Хорошо поспать. И добыть побольше денег. Именно поэтому, когда в стране нет профсоюзов, которые защищают интересы рабочего класса. Интересы простых трудяк. А когда нет иных общественных организаций, которые могли бы помочь населению. Все должны объединяться вокруг единственной партии, которая сражается за это население. И я без похвалы прекрас скажу, что это только КПРФ. Я всегда задаюсь вопросом, почему в Заксобрании Приморского края, Единая Россия, Справедливая Россия, ЛДПР, партии пенсионеров слились в любвеобильной оргии. И штампуют эти законы. Как под один? Против только КПРФ голосует. Выборы прошли в Уссурийске. Мы выступали против Коржа. У нас 8 депутатов прошло. И прошло якобы 7 самовыдвиженцев, 3 ЛДПР, там от партии пенсионеров. Все проголосовали за Единорус и Коржа. Все. И ЛДПР, и партия пенсионеров, и самовыдвиженцы, которые оказались самыми движенцами и вошли по фракцию Единая Россия. Это не политика. Это фарс. Сегодня одна партия, которая выступает за население, остальные это лесоблюды Единой России, которые вместе с ней устраивают геноцид населения. Поэтому, товарищи, я вас призываю прежде всего к сопротивлению, к единству рядов. Вы знаете, что последнее время на КПРФ устроили медиа-атаки так называемые, где, ну и мое имя опорачивают, опорачивают лидеров нашей партии. Не верьте в эту гнусную ложь. Они это делают, потому что, посмотрите, 8 сентября прошли выборы. Во Владивостоке надо выбором в Гордуму. Победил коммунист. В Уссурийске раньше было два депутата коммуниста. Стало 8, еще три мандата украли. По краю везде коммунисты во многих областных думах победили. В Октябрьском районе ни одного не было, стало 5. И так по всему краю. А для этого надо топить КПРФ. Надо принижать, надо начинать с лидеров. Гнусные ситуации придумать. Так вот, господа, что бы вы ни говорили, какие бы вы вещи не использовали, пускай даже самые гнусные, КПРФ это не лидеры. Это не Зюганов, не Долгачев. Это монолит партии. Это единство наших рядов. Поэтому, товарищи, если они так реагируют, значит наша победа близка. Спасибо. Спасибо. Дорогие товарищи, слово предоставляется жителю на Дебаидзе-1, Марченко Ольге. Добрый день всем собравшимся. Отдельное приветствие моим соседям, жителям по улице Херсонская на Дебаидзе-1. Вот уже год, как мы оказались втянуты в борьбу против строительства многоэтажного двадцати, точнее, пятиэтажного дома между нашими домами. Предполагается строительство этого дома на участке, который имеет назначение зоны, скверы, парки, то есть территория для отдыха, прогулок жителей. Мы имеем право, и оно гарантировано нам Конституцией, на благоприятную окружающую среду, на здоровую среду, на место для отдыха. Это право гарантировано нам президентом. В частности, есть такой приоритетный проект правительства, который называется создание благоприятной городской среды. Есть поручение президента более активно привлекать жителей к формированию этой самой прекрасной среды. Но вот на месте, по факту, это право свое нам приходится защищать в судах. Два суда имеют место быть, и третий инициируется, да, суд. Право это нам приходится защищать, как вот в 1917 году на митингах, да, таким путем. Вместе с тем, есть нормативы, по которым нормативы градостроительной деятельности по нашему прекрасному городу, где четко сказано, сколько на каждого жителя должно быть парков, скверов, площадях, да, какие объекты инфраструктуры должны быть в каждом нашем жилом районе. Но прекрасные люди из управления градостроительства и архитектуры города, которые каждый день ходят на работу, получают заработную плату, почему-то следовать этим нормативам не хотят. Они выполняют их в рамках каждого отдельно строящегося объекта, но совершенно не транслируют на всю территорию жилого района или микрорайона в целом. Их ответы официальные, которыми мы располагаем, они, но иногда просто не верятся, что так может тебе отвечать официальное лицо. Это верх цинизма. Эти люди нам отвечают, что они не знают, есть ли у нас на территории жилого района парки, есть ли скверы, сколько людей проживает на территории, есть ли у нас объекты для спорткомплексы, для занятий физкультурой и отдыхом и так далее. Люди эти нам предлагают самим разработать планы развития своей территории, скинуться деньгами и отправить им на утверждение. Вместе с тем это их прямые должностные обязанности. Я не знаю почему так. Да, мы можем догадываться, может это не профессионализм, не компетентность, если люди не имеют профильного образования. Может это коррупционная составляющая, да, вот тот конструкционный фактор, с которым активно борется наше правительство, наш президент. Может это вообще просто какой-то у них саботаж, дискредитация власти действующей. Это мы можем только догадываться. По факту никакой конкретной помощи, да, никаких конкретных действий мы не наблюдаем от них вот в этой нашей борьбе против этой застройки. Поскольку разрешение выдано без учета нормативов применительно к территории, но надо полагать, оно должно быть отозвано, либо какие-то в этом случае действия предприниматься, ничего мы не видим, да. Так что мы все-таки надеемся на более их активную позицию, потому что со своей стороны уже все, что сделать могли бы, мы, наверное, сделали. Да, спасибо жителям за поддержку, спасибо КПРФ, потому что пока они единственные, на кого среагировала наша прокуратура. В ответ на наши обращения не было реакции, но сейчас вот они возбудились и отправили администрации протест. Ну, спасибо вам за внимание. Отозревать разрешение. Спасибо вам за то, что вы проявляете свою гражданскую позицию, активность и приходите, выходите на митинги, защищая друг друга. Слово предоставляется депутату Думу города Владивостока Шукеевичу Александру Владиславовичу. Здравствуйте, дорогие друзья Владивостокцы. Ну, мы сейчас говорим о точечной застройке, о брушенных скверах. Вот я вам приведу живой пример, с которым я столкнулся в своей депутатской деятельности с счет 2012 года. Но все вы знаете, что к саммиту АТС во Владивостоке были построены мосты, а это вот один из них, Золотой мост, который коснулся Кушкинского сквера, который был варварски разрушен во время строительства. Уже в 2013-2014 годах ко мне начали обращаться жители окрестных домов, чтобы в районе подмостового пространства невозможно было ни пройти, ни проехать. Территория вся полностью разрушена. Я обращался во все инстанции, начиная от городской администрации, включая Краевой и лично к Миклушевскому, и получал от них такие наглые ответы, что проектам не предусмотрено благоустройство подмостовой территории. Больше высшего цинизма я не слышал и не видел. Сколько раз приходилось, несколько раз приходилось вызывать смену, делать репортажи на телевидении, но с места дела вообще не сдвигалось. И тогда, в 2015 году, я решил обратиться в Ленинский суд. Ну, дело приняли, но постоянно было торможение. Не хотели все это принимать, чтобы суд состоялся, все откладывалось. То есть, то ответчика не было в лице администрации города и краевой администрации. То были отговорки, то земля принадлежит краю, и город не может туда входить, на эту территорию. Но, тем не менее, в 2016 году состоялся суд Ленинского района, который обязал и краевую администрацию, и городскую. Вот городская администрация обязали ее сделать территорию от Пушкинской 6 и до Светландской. И от Светландской, где 63-й дом, и до середины парка, сквера, это обязали краевую администрацию. Хоть они обжаловали это решение в суде, в краевом, но дело не прошло. Краевой суд оставил решение Ленинского суда без изменения. Дело, ну и мало чего, победить в суде, но нужно добиться, чтобы судебное решение было исполнено. А поверьте, это еще стоит не меньших усилий, чем решение суда сделать. Тем не менее, в 2018 году, заметьте, только в 2018 году городская администрация выполнила свою часть работ от Пушкинской 6 до центра сквера, затратив на это 20 миллионов рублей. И краевая администрация в декабре 2018 тоже выполнила свои работы, пригласив какую-то московскую фирму, но они там все-таки сделали, все, лавочки. И обещали в 2009 году благоустроить уже этот сквер, то есть все газоны сделать и привезти памятник Пушкина, который сейчас пылится где-то в трамвае на Толлейбусном депо на Борисенко. Ну, 2019 год, как видите, проходит, но мы ни памятника, ни газонов не видим. Что хотелось бы сказать? Не надо никогда отчаиваться, нужно вести всегда дело до конца. Через суды, через митинги. И тогда мы победим. Спасибо. Дорогие товарищи, слово представляется жителям Чапаева 8, Готшах, Георгию. Также проблема с точной застройкой. Сейчас они нам расскажут. Всем добрый день, меня зовут Георгий. Я в политике, вот как сейчас предыдущие ораторы, не особо сильно разбираюсь, но я разбираюсь в том, что как мы должны жить, ходить на работу, воспитывать семью, детей, гулять у себя во дворе и так далее. Значит, у нас сейчас проблема, связанная с точной застройкой. Во дворе трех домов, Чапаева 8, Кирова 116 и 112, планируют построить два многоэтажных дома по 30 этажей каждый. Вот видите фотографию. Фактически сейчас, где находятся эти дома, у нас там зеленые насаждения, где бегают белки, гуляют наши дети и так далее. Значит, в течение этого года я вынужден бросать работу, приезжать к нам во двор и физически препятствовать строительной технике, там, в частности, боровым машинам, для того, чтобы они не сделали изыскание, не получили разрешение на строительство. Если администрация города Владивостока не вмешается в ситуацию, там будет очень напряженная, конфликтная ситуация. Самое, что интересно, если обратиться к документам, по бумагам, получается, этот участок раньше принадлежал городу Владивостоку, потом он передался в администрацию Приморского края, перешел из города в территорию Приморского края, а потом был передан в Российские Федерации земли, где на аукционе Дом РФ, который якобы призван бороться с точечной застройкой, был продан участок, который купила компания Талант Владивосток, которая планирует сейчас сделать так называемую уплотнительную застройку. Но в нашем понимании это точечная застройка. Сейчас и так инфраструктура этого района перегружена, отсутствует достаточное количество садиков, школ. Я уже молчу про дороги двухполосные в одну сторону, одна полоса и в другую, потому что каждое утро мы уже сталкиваемся с проблемой, что мы не выезжая на саму Зарю, на основную трассу, находимся в пробках. Я боюсь представить, что будет, когда построят два дома по 30 этажей каждый. Плюс это на протяжении нескольких лет мы будем вынуждены дышать этой пылью, гарью, строительной техникой. Хочу сразу предупредить компанию Талант Владивосток, что помимо трех этих домов, где во дворе планируется стройка, также с нами жители нашего района, соседних адресов. Это Чапаева-2, Чапаева-4, Кирова-101 и так далее. Потому что мы Талант не дадим строить. Конечно, там он с ЧОПом, с полицией будет приезжать. Мы будем с ними драться. Поэтому я советую администрации города Владивостока вмешаться в эту ситуацию и найти компромисс. Можно выделить аналогичный участок через дорогу, где на головах не будут стоять дома. И наши дети будут дышать чистым воздухом. Нет точечной застройки в городе Владивосток. Браво! Браво! Всем спасибо. Спасибо, дорогие товарищи. Как вы видите, власть делает все, чтобы называемые уплотнительные застройки ставить в сквериках и в наших парках свои дома, вместо того, чтобы на снеговой паде начать достраивать корпус Д, где жители до сих пор ходят без жилья. А обещано бывает по российской программе. Скоро представляется Самсунову Артему Анатольевичу первого с первого городского комитета КПРФ. Департамент, как собрать? Дорогие друзья! У нас сегодня есть еще одна тема важная, по нему точечных застроек. Да, мы КПРФ всегда планомерно, последовательно отстаиваем именно права граждан на комфортную жизнь. Отстаиваем права граждан, чтобы у них был во дворе сквер, чтобы сквер был в шаговой доступности, большой парк какой-то был в доме, чтобы это не застраивалось. Но у нас сейчас еще одна есть горячая точка, это повышение проезда. Повышение проезда сразу на 5 рублей. 5 рублей это буквально 20% стоимости, понимаете. У нас всегда стараются, объявляют, что мы только в рамках инфляции не выше поднимем, будем поднимать не выше инфляции. При этом инфляцию не называют, там 4%, а проезд поднимают сразу на 20%. Что такое подъем на 5 рублей? Это как минимум, как минимум расходы на транспорт, а у нас вообще с транспортом пользуется больше половины жителей, на самом деле. Хоть город самый автомобильный, но вообще с транспортом пользуется больше 50% населения. Это повышение сразу на 10 рублей. А зачастую это повышение касается сразу на 20 рублей, потому что ехать надо с пересадкой. Так вот у нас, у наших депутатов, думаю, у нас есть программа, в которой мы рассказываем, какой должен быть общественный транспорт. Что нельзя платить, должны быть проездные, должны быть льготные проездные, для пенсионеров одни, для студентов, школьников другие, для работающих третьи, для инвалидов вообще бесплатный проезд. Вполне можно объяснять, почему нужны проездные. Потому что с проездным билетом ты не волнуешься, что ты делаешь пересадку. Ты купил проездной на месяц, и ты спокойно с пересадками пользуешься общественным транспортом. Решили этот вопрос. Дать льготы пенсионерам, дать льготы ученикам, студентам при стекущей системе транспорта обслуживания невозможно. Для этого нужно убирать расчеты с водителем. И неважно, будет ли это безналичный расчет, или это будет наличный расчет. Должны проездные или билеты продавать только муниципалитет. Когда муниципалитет будет продавать пассажирам талончики или проездные, и муниципалитет будет этими деньгами рассчитываться с водителями, с транспорными компаниями, вот тогда мы и решим этот вопрос. Почему? Тогда еще если платить нужно за круг, вот сделал круг водитель, получил тысячу рублей, сделал еще круг, еще получил. Тогда у него отпадает необходимость стоять на остановках по полчаса, собирать полный автобус. Раз. У него отпадает необходимость там устраивать гонки непонятные, подрезать, чтобы кого-то подрезать, чтобы собрать пассажиров, то, что происходит. Ну страшно, страшно, когда они вот начинают драться за пассажиров, друга подрезает, а потом стоит, ждет наоборот. Но это неправильно. Мы эту программу свою вносили и Виткиенко, мы ее вносили и Пушкарева до этого, мы сейчас вносили, сейчас при встрече с Казиратской. Не хочет, не хочет наша мэрия, никак наша администрация идти вот на это. Я считаю, это связано только одно, это сильная, глубокая коррупционная связь с автотранспортриятиями. Они не хотят отдавать это огромное количество налога. Когда сейчас идет борьба с обналичиванием денег, когда идет проблема, да, получить черный нал, вот эти вот самые автобусы, это же, это же просто этот, ну, бесконечный, огромный черный нал. Миллионы рублей. Это миллионы рублей ежедневно, вот этого черного, черного, черного налога, от которого они хотят избавляться. Но здесь у нас только один путь. Нам нужно менять эту власть, менять власть в городе, менять власть, которая дает разрешение, бесконтрольные стройки, которая бесконтрольно позволяет вырубать скверы, власть, которая не хочет озаботиться трансными проблемами, которая, вот, бьет, которая лоббирует интересы этих трансовых компаний. Эту власть нужно менять. Для этого мы вносили уже несколько раз, когда отменили выборы мэра, мы вносили в законное собрание закон о возврате выборов мэра. Я вносил, посредоставленный закон в 10 октября прошлого года. После этого наш закон КПФ отменили, потому что Кожемяков внес свой альтернативный. Прошел год, и Кожемяков отозвал свой закон. Все, он не хочет начать выборы мэра, потому что они боятся, что сейчас сейчас люди выберут, поменяют, поменяют власть Единой России, поменяют власть, которая работает только на свой карман. Потому что вы смотрите, что происходит с бордюрами. Выделили деньги, а бордюры, как мы сейчас читаем, делает компания, которой учредителем был когда-то Гуменюк, и она получает подряды. Да, сейчас он как бы не считается учредителем, но связь, это проследство конкретное. И эта компания получает деньги на ремонт бордюров. Знаете, мне вот просто страшно смотреть, в мою округ улица Невчинская, ее в том году отремонтировали, хорошо сделали, нормальные были бордюры. В этом году взяли, сломали бордюры, сейчас заново ставят, в итоге ее же размоют. Асфальт, сбоку, скрывте бордюры, он сейчас будет, ну, налеплен, он провалится. Дожди были, бордюры сняли, там все вымыло. Почему? И это происходит по всему городу. Поэтому, товарищи, без смены власти, без смены власти, мы ничего, вот эти вопросы не решим, ни с точными застройками не решим, ни с уничтожением скверов, ни с вот этим безумным ростом тарифов мы не решим. Поэтому, только одно, пока у нас есть выборы, надо ходить на выборы, чтобы приходило не 8%, как было вот на выборах в Дону города Лолевостока. Да, победил коммунист Сергей Кущенко, победил он на Чуркине, были дырубыли, как раз по округу, где нагибает за один. Но надо, чтобы приходило не 8%, а 80%. Тогда, фальсификация, я вам скажу, ответственно заявляю, при 80% наявке фальсификации будут невозможны, которые сейчас. Тогда, при 80% наявке не будет никак влиять скупка голосов. Когда приводят за бутылку водки голосов, за 500 рублей мы идем голосовать. Приходят 500 человек за бутылку водки и все, и не решили результат выбора. Товарищи, спасибо большое за то, что выслушали, за то, что пришли сюда, за то, что поддержали, потому что вот эти, митики, знаете, вода камень точит, и мы все равно тоже добьемся своего. Мы победим. Спасибо. 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 Слово предоставляется представителям НРП Бутко Борису. Здравствуйте, друзья. Очень приятно видеть всех вас сегодня здесь. Несмотря на то, что место нам согласовали не очень удобное, потому что власти, очевидно, неудобен этот митинг. Тем не менее, собралось значительно больше людей, чем собирается обычно на подобные мероприятия, потому что вопрос, который поднят сегодня, касается, безусловно, ну, большинства из нас, по крайней мере. И на самом деле, урезание социальных гарантий сейчас происходит на всех уровнях власти, то есть, если на муниципальном уровне проводится повышение цены проезда, то на региональном уровне они урезают районный коэффициент, например. А на федеральном уровне, мы знаем, проводится повышение пенсионного возраста. И все эти явления, все эти действия власти являются, на самом деле, явлениями одного порядка. Все они отвечают логике капиталистической системы. То есть, дело в том, что капитализм устроен таким образом, что богатые всегда богатеют за счет того, что бедные беднеют. И точно так же это работает в мировом масштабе. Богатые страны богатеют за счет бедных. И точно так же в рамках российского государства олигархи постоянно богатеют за счет нас с вами. И повышение цены проезда это лишь одно из проявлений вот этого железного закона капитализма. Но, с другой стороны, в России есть и другая тенденция. Сейчас мы видим, что ситуация постепенно выходит из-под контроля властей. Это показывают и протесты в Москве, известные, связанные с выборами в Московскую городскую думу. Это и протесты на Шиесе против мусорного полигона. Это и резкое неприятие населением той же самой пенсионной реформы. Это и получается резкое неприятие нашими согражданами кандидатов от Единой России раз голосовать на выборах губернаторов и так далее. Так что единороссы теперь вынуждены идти с самодвиженцами. И мы сейчас можем видеть, как население России на самом деле стремительно политизируется. Но власть, тем не менее, продолжает закручивать гайки, не идет народу на уступки и таким образом это противоречие неизбежно ведет к социальному взрыву. Но к чему он приведет, это еще неизвестно. Это зависит от нас с вами. И мы, революционная рабочая партия, настаиваем на том, что менять нужно не отдельных каких-то лиц в руководящих органах, не отдельных президентов, депутатов и так далее, а менять нужно всю капиталистическую систему. Потому что не бывает правильного и неправильного капитализма. Он всегда направлен на одно, на получение максимальной прибыли за счет обнищания большинства людей. Поэтому, товарищи, нам нужно понять, что лишь борьба дает права, и только социализм является действительной альтернативой, а никакие не перемены в верхах. Вся власть с рабочим. Спасибо. Слово представляется жителям Невчинской, по улице Невчинской тоже такая же проблема с точной застройкой. Слово представляется Роман Чмыхайлов. Роман. Добрый день, товарищи. Сегодня главная повестка нашего митинга это точечная застройка. Боль нашего города, кроме точечной застройки, есть еще также много проблем, которые мы хотим осветить на сегодняшнем мероприятии. Это благоустройство. Благоустройство нашего города, чтобы было оно продумано, грамотным, было удобно для жителей, чтобы наши дети и мы также могли гулять по нашим зеленым улицам, паркам, скверам. Сегодня вот жители Невчинской борются за то, чтобы ихнюю улицу облагородили. Они варварски вгрызались в сопку орлиную, которая так уже застроена по кругу со всех сторон. Там уже дорожная сеть, которая разработана еще по гостам Советского Союза, она уже не выдерживает нагрузки этих больших грузов, которые ездят по дороге, разбивают те несчастные остатки асфальта. Хотел бы так еще поднять вопрос по поводу Уткинская 21 СК Системы. Администрация на 50 лет выдала этой организации в аренду территорию, на которой якобы собираются строить детскую площадку. Но мы понимаем, что это подготовка к этим высоткам, которые вырастут на этом участке. А детская площадка это так, просто прикрытие. мы требуем от администрации, а именно от управления дорог и благоустройства, от управления градостроительством архитектуры, чтобы они чтобы они учитывали мнение жителей, чтобы они проводили собрание, где жители могли бы выражать свое мнение, как они хотят видеть свой район, улицу и впоследствии гулять их дети. Спасибо, дорогие товарищи. Как мы видим, проблема точной застройки в нашем городе становится все более и более актуальной и насыщенной. Я думаю, в будущем наши митинги будут проходить чаще. Слово представляется жителю на ДИБТ-1 Алексею. Всем привет. Всем спасибо, что... Алло, алло, раз-два. Раз-два. Так, ну, короче, значит... Алло, раз-два. Прежде всего, я хотел сказать спасибо партии КПРФ за поддержку. То есть, я считаю, что они единственная партия, кто, ну, то есть, помогает нам те-то, чем-то, хотя бы, то есть, проводит те-то митинги, обращения пишет и так далее. В общем. А остальные партии, ну, то есть, они практически ничего не делают. Ну, то есть, никакой помощи, ни поддержки нет от них. Вот. Еще, ну, то есть, по градостроительной теме, короче, ну, то есть, это в целом. Недавно были новости, что в Саратовской теплости ввели ограничения, ну, короче, на максимальную этажность в 10 этажей. То есть, ну, и в Европе тоже сейчас, ну, то есть, это там, ну, максимальная там этажность 5 этажей, может быть, ну, телесемь, там, или 10, то есть, где-то вот так примерно. А сейчас тебя спрашиваются, ну, это чем-то. Ну, там-то хуже, и, там, порвинились, это в чем мы, короче. Ну, что вот эти застройщики, ну, то есть, они, ну, там, толепят, по 20 этажей, по 30, по 50 этажей, ну, то есть, я считаю необходимым где-то самое внести, ну, то есть, в градостроительные нормативы из Владивостока тоже ограничения сделать по этажности, то есть, ну, на, я даже на 10, ну, то есть, где-то вот так, где-то, где-то, И, и внести, короче, в это, по СССР, тоже, как бы, то есть, кто согласен со мной. ну, как бы, ну, на самом-то, в деле, многие-то, ну, там, как бы, не разбираются в, как бы, зрительстве и не, ну, и не, и не понимают, что основной это вред идет, как бы, тип, раз-два, раз-два. И, из-за высоких, вот этих, короче, знаний, как бы, то есть, точечные застройки, вот этой, как бы, Ну, то есть, это первая тема. Вот. А вторая тема, то есть, я считаю, что у нас есть все отношения, разрешения на строительство на небоизовку отозваны. То есть, ну, это и нарушение там идет градостроительных нормативов и там еще есть, короче, нарушение в самом проекте застройщика по спортивным этим площадкам там, в общем, как бы. И еще вот есть такая штука, как Конституция. Там, короче, прямо сказано, кто владелец участка имеет право только строит то, что не ущемляет интересы третьих сторон каких-то. То есть, ну, и не нарушает экологию, как бы. То есть, если есть какие-то ущемления, то есть, и нарушение экологии, то он, значит, не имеет права строить там ничего. Вот. Поэтому, то есть, я считаю, что вот это разрешение на не боится, то есть, оно не парламерно полностью, и администрация в лице одекомпомнированного гуманяка необходимо его просто отозвать. Вот и все. Давайте вместе сейчас фасконтируем отозвать разрешение. Отозвать! Спасибо за внимание всем. Все, спасибо. Спасибо. Дорогие товарищи, хотел бы напомнить, что наш мир, так сказать, инициаторы нашего митинга сегодня стали как раз-таки жители на ДПЗ-1. Коммунистическая партия им помогла митинг организовать, провести. Поэтому, у кого есть проблемы с точной застройкой, не стесняйтесь, приходите к нам. Если надо, провести митинг, мы поможем вам с данными проблемами. Итак, слово предоставляется представителю Родфронта Потопейко Виктору Николаевичу. Дорогие товарищи, я от имени своих товарищей коммунистов по политической партии Российский Объединенный Трудовой фронт приветствую вас здесь, на этом митинге. И хочу выразить вам благодарность, что вы нашли в себе силы, мужество, для того, чтобы организоваться на борьбу вот с этим режимом, пусть кажется и небольшой задачи, которая как будто бы только касается отдельного гражданина, отдельного квартала, отдельной улицы или города Владивостока. Нет. Не так. В этой проблеме входятся все устремления олигархического режима. И сегодня возьмите проблему точечной застройки, потянем за эту ниточку, и там будет проблема и повышение пенсионного возраста, и теперь угроза установления десяти часового рабочего дня при четырехдневной неделе, которая грозит новым обрушением прожиточного, прожиточных доходов и состояния наших граждан. Она грозит по крайней мере возможностью олигархов на двадцать процентов сбросить рабочую силу на своих предприятиях, о чем говорил здесь Беспало. Это реальная угроза. Сегодня вот эти все устремления олигархического режима сходятся в одной цели. это наша родина и наша земля родная, которую они сегодня используют как разменную монету для того, чтобы набить свои карманы за счет угнетения, эксплуатации, недоплаты за рабочую силу трудящегося, который вынужден идти в найм к работодателю так называемому и нажиться на нем, на этой недоплате и получить прибыль. Вот и сегодня точечная застройка. Сколько таких обращений и на протяжении скольких лет эта тема не сходит сегодня с политической арены с обращением граждан решить эту проблему. Я обращаю ваше внимание, вот повернуть сюда, в следующем квартале находится или находилась точечная застройка, где на месте остатков бывшего кладбища собрались возводить 16-этажный дом. Вот там всплыва и сегодня живет вот это устремление получить себе обогащение за счет эксплуатации нашего населения. И когда удалось принять решение о сносе воздвинутого уже фундамента, об организации перезахоронения, о установлении там сквера надежда и вера, вот тогда заговорили, а кто нам вернет? Мы же 200 тысяч долларов выложили за то, чтобы наш вот этот участок земельный за 800 квадратных метров получить получить для строительства и прочее, прочее. Вот ответ у меня был этому гражданину. Кому отдам, с того и требуй. А граждане ни при чем. Сегодня там сквер, то есть решается проблема. И она тогда была решена. Это было 16 лет тому назад. 400 точечных застройок было остановлено в крае. И вроде принято решение о том, чтобы больше не повторять эти печальные опыты, уроки. Но тем не менее, видите, как выползает опять эта проблема точечной застройки. Не имется господам красиво жить. Но мы спрашиваем и задаем вопрос за счет кого? За счет кого? За счет обмещания граждан? И сегодня мы упрощаемся. Простой вопрос. Я почему говорю, что это вопрос касается судьбы нашей Родины и граждан. 20-25 октября день освобождения Дальнего Востока от интервентов и гавадбардейцев. И вчера мы получаем отказ в уведомлении проводить негоже на этом месте. Видите, 100 метров туда от памятника борца. Это церковь. Там молитвы будут. и вон напротив 100 метров Дарни Рептуз бывший значит тоже вроде и ярмарка. Слушайте. Вы чиновники обращаемся по должности. Кто будете? 25 октября день когда Приморье получило полную и дальний восток независимость от интервентов. Когда и тут и там в центре установилась советская власть власть трудящихся и народ и рабочих. Когда мы зажили свободно и планово развивали свое отечество. Вы сегодня как? Чем Вы отличаетесь от литовских националистов? От украинских националистов? От просвещенных в кавычках Европы? Которая говорит, что переписывать историю можно и стремится и открывает двери для фашистской политики за фашистским обращением с народом Вы за кого? Господа! И мы обращаясь к ним хотим чтобы они решили вопросы точечной застройки чтобы они убрали из политики жажду нажиться на сокращение рабочей силы на установление десяти часового рабочего дня они решат эти вопросы по нашим резолюциям я согласен сегодня с теми со всеми выступающими что мало резолюций мало наших обращений нужно то как сегодня восстали за свои права и интересы жителей этого 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 микрорайона и дома так должна стать вся страна весь рабочий люд все приморье чтобы этого не было Владивосток он вы посмотрите этим господам власти недорогая история ничего ведь он планировался еще на позапрошлом веке архитекторами которые воспитаны были на ценностях и на культуре высокого уровня европейского что вот в эти просторы приморские вписать Владивосток это должна быть средиземная Мальта чтобы сохранить очертания вот этих прекрасных линий морского берега сохранить вот эти уникальные сопки это все по боку сегодня у нас золотой рог его окрестность это каменный мешок и лужа из Амурского залива и золотого рога сегодня вот занимаясь этой точечной стройкой о которой я говорил и показываю ведь земля Владивостокская очень тяжелая и жить на ней не так просто тогда еще позапрошлом веке не было слов как экология и окружающая среда обитания сегодня есть понимание есть что вот эта наша земля она Владивостокская вот копнули эту землю а там 16 с половиной раз уровень вредных веществ в этой земле превышает допустимые нормы и что мы делаем уничтожаем деревья зеленого друга уничтожаем кислород мы садим себя в этот мешок и как же мы хотим жить как будут жить дети как же не помнишь я своего родства не патриот да нет такой жизни и спасибо вам дорогие что вы стали на не только своего дома но и отечества сегодня и КПРФ что она или организация КПРФ что она выступила средней степени объединила силы наши и Родфронта и партии молодых и революционной партии рабочих и движений да нас мало но завтра будет больше и надо помнить всем знать что что не достается объединенное степени никто не дарит нам украшение ни бог ни сраги герой мы по ее собственной рукой дождемся и обращение что не ведем у которого ни сварки в бизнес птимся нет должно быть одно у нас требование нет этому чиновничеству месту власти и во власти власть должна быть вот у таких рабочих она должна вырастать отсюда а не из кресел высоких для угнетения народа да здравствует наша рабочая крестьянская свобода да здравствует человек трудящийся нет капитализму нет олигарха нас спасет только социалистическое устройство нашего отечества за нами только море только великий океан впереди Россия она должна быть советской спасибо вам ура спасибо товарищи скоро заканчиваем а слово подставляется секретарю городского комитета Сустову Александру товарищи сегодня было много поступков но можно сделать один вывод социалистических перемен требуют наши сердца задайте себе вопрос разве это не так когда мы сталкиваемся с несправедливостью бюрократизмом мошенничеством со стороны власти разве наше сердце не сжимается сжимается социалистических перемен как говорил великий революционер боец за права трудящихся Энесто Чекевара если у вас начинается дрожь и негодование при виде несправедливости то вы мой товарищ сегодня мы все здесь с вами товарищи соседчики перемен начинаются с малого с борьбы за свои трудовые права они начинаются с борьбы на рабочих местах созданием первичных профсоюзных организаций товарищи я призываю вас объединяться со своими коллегами создавать первичные профсоюзные организации и присоединяться к коммунистическому профсоюзу наемных работников но на этом борьба не останавливается а только усиливается и здесь мы должны осознать что за прогресс голосует наш разум классовая борьба она существует и вот живой пример по официальным данным на 1 января 2019 года в Владивостоке 417 тысяч трудящихся из них зарабатывают путем продали своего труда 354 тысячи и только 21 тысяча бизнесменов которые нам сегодня с вами диктуют сколько мы будем получать и сколько у нас они заберут еще один пример Дума города Владивостока 35 депутатов из них только 7 человек рядов и наемные работники директора 18 человек 10 человек бизнесмены не стоит после того удивляться почему у нас происходит сноскверов точная застройка ухудшение экономического положения трудящихся хватит молчать я призываю товарищи присоединяться к совету активных граждан которые проходят каждый вторник по адресу Пушкинская 25В с 2 часов дня до 7 вечера и помните товарищи демократия начинается с вас спасибо слово для защитения резолюции нашего митинга предоставляется Кискова Татьяне Николаевне мы жители Владивостока требуем от власти и администрации города прекратить необоснованный рост стоимости проезда ведущих улучшению экономического положения трудящихся провести реформу общественного транспорта повысить качество и доступность общественного транспорта сделать общественный транспорт полностью муниципальным учитывать мнение людей при принятии решений напрямую касающихся интересов и качества жизни жителей города передать полномочия по повышению стоимости проезда в общественном транспорте представителям жителей Владивостока в городской думе исключить возможность принятия такого решения единолично администрациями города и края а также требуем закрепить запретить разорение любые рубки леса и застройку в сад городе детской здравницы Владивостока когда-то построенных коммунистами а также было когда-то 25 пионерских лагерей и 5 курортов и база отдыха требуем начать восстановление детских оздоровительных учреждений в сад городе и наконец прекратить точечную застройку во Владивостоке дорогие товарищи все пожелания все требования высказанные выступающим на этом митинге будут учтены и внесены в резолюцию спасибо за внимание митинг окончен